Привет всем! В сегодняшнем видео поговорим с вами о теме перевода в университет в Германии, потому что, конечно же, очень многие меня об этом спрашивают. Многие не хотят, и я их понимаю, учиться с первого курса в Германии, а хотят вот так просто плавненько перевестись со своего университета в родной стране в университет в Германии. Сегодня мы с вами поговорим о том, насколько это возможно. Если это возможно, а это возможно, то сколько курсов или сколько семестров вам могут засчитать при таком переводе. И, конечно же, в этом видео я дам небольшой совет, кому особенно выгодно и просто будет перевестись в Германию и продолжить в Германии свою учебу. Поехали! Ну, начну я, наверное, с того, что обсужу с вами вопрос вообще, что я подразумеваю под словом перевод в Германии, потому что я думаю, что многие из вас представляют себе это так, что вы учитесь, например, в России, предположим, да, в России, на первом и на втором курсе в университете, а на третий курс переводитесь уже в Германию, и в Германии продолжаете свою учебу. Представить себе такую ситуацию достаточно сложно. Все это связано с тем, что в Германии, конечно же, программа обучения в университете очень сильно отличается от той программы, которая будет в вашем университете в родной стране. И я вам скажу даже больше, у университетов в Германии программы тоже очень сильно могут различаться, и в этом нет ничего необычного и странного. Например, на той же медицине, на которой учусь я, есть два разных типа программ, новый и старый. В старом типе программ вы начинаете с того, что учите физику, биологию, химию, в самом начале учебы на медицине. По моей новой программе, по которой я училась на ЛМУ, мы прям с первого семестра начинали сразу же учить анатомию, гистологию, то есть именно те специальности, которые уже напрямую нужны медикам. А программа биологии и химии, предположим, была очень-очень короткая, ужатая всего лишь в практику, которая длилась всего лишь неделю на каникулах. Подумайте, да? То есть вот эта вот разница просто колоссальная, да? И с одной стороны мы говорим о том, что даже в Германии существует так много программ, которые очень сильно различаются между собой. Что же говорить, если нужно будет сравнивать, например, университет в России или университет в Германии? Так что, конечно же, перевод из университета в вашей родной стране в университет в Германию возможен, но он происходит не совсем так, как можно себе это представить. Потому что происходит это так, что вы подаете свои документы на ту специальность, на которую вы хотите учиться, на которую вы как бы хотите перевестись, да? Университет рассматривает ваши документы, рассматривает все выписки из вашего универа, все предметы, которые вы проходили, сколько часов вы по этому предмету слушали, насколько было соотношение практики-теории, как оно вообще было. И вот эти вот все факторы университет учитывает, когда рассматривает ваше заявление. И потом он вам сообщает, что он может засчитать вам какие-то предметы, другие же предметы он не может вам засчитать, и поэтому эти предметы вы должны будете посетить, когда вы уже будете учиться в университете в Германии. Я вам скажу, что, конечно же, целые организации задействованы в том, чтобы сравнивать программы, чтобы узнать, как, что и где учат, и насколько это все между собой сочетается, поэтому в любом случае это достаточно сложно предсказать, сколько семестров вам засчитают именно на вашей специальности, именно после вашего университета, именно в вашем случае, предсказать очень сложно, и опять же, тут все зависит от того, насколько программы у вашего бывшего университета и у вашего университета в Германии будут похожи или будут различаться. Но в любом случае отличная новость заключается в том, что перевод в Германии, конечно же, возможен, но предсказать, сколько курсов, сколько предметов вам засчитают, ну, достаточно сложно. И вот тут вот я, наверное, хочу вам дать небольшой совет, если вы где-то узнаете, или вы отправите свои документы в университет, и вам скажут, что вам засчитают всего лишь, например, из трех лет, которые вы уже отучились, вам засчитают предметы только за первые полтора года, предположим, да? И, конечно же, многие могли бы расстроиться и сказать, вот, я потеряю время, я же уже учился целых три года, мне засчитают только полтора, вот теперь мне еще на полтора года дольше учиться. Но на самом деле я вам скажу, что если вам не все засчитают, вам сделают огромное одолжение, потому что, когда вы будете учиться в Германии, особенно в самом начале, у меня тут сценарий упал, особенно в самом начале, вам сложнее всего будет не учить тот предмет, который вы уже учили в России, или в Украине, или еще в какой-то вашей родной стране, вам сложнее всего будет справиться с иностранным языком, причем неважно, вы будете учиться на английском или на немецком, в любом случае это будет иностранный язык, вы будете должны все учить на этом языке, который, возможно, вы не знаете идеально, и поэтому это огромное преимущество, поверьте мне, с моего опыта, если вы уже учили вот этот вот материал, вы его уже знаете, и все, что вы должны выучить, это слова на иностранном языке, да? Почему я так говорю, что было классно мне учиться в студенколлег? Да потому что в студенколлег я уже знала весь материал, и математику, и биологию, и химию со школой, по сути, то, что я учила, это был не материал академических наук, это был чистый язык, я изучала немецкий язык, я училась говорить, училась писать, училась как, что нужно оформлять в Германии, и это очень важные этапы, поэтому не переживайте, если вам засчитают меньше, чем вы уже отучились, это ваш шанс для того, чтобы выучить язык, и чтобы стать лучше, и чувствовать себя более уверенно, и, между прочим, сдать экзамены на более хорошие оценки. Ну и, как я и обещала, хочу еще немного рассказать о том, кому особенно удачно и особенно просто будет перевестись в Германии, на самом деле это так обстоит с теми, кто уже получил диплом бакалавра, потому что, конечно же, если вы еще находитесь на этапе учебы, у вас еще нет какого-то диплома или сертификата, можно очень долго спорить с университетами, пытаться что-то доказать, что вы это уже проходили, что вы это уже знаете, но если у вас на руках уже есть диплом, то вы очень просто, без каких-либо проблем поступаете сразу же на магистратуру в Германии. У магистратуры в Германии есть очень много преимуществ, об этом будет отдельное видео, оно выйдет совсем скоро, так что не пропустите его, но в любом случае, если вы уже закончили бакалавра, я вам очень советую задумываться о том, чтобы сразу же продолжать свою учебу на магистратуре, потому что это достаточно просто, потому что вам не нужно будет бояться, что вам что-то не засчитает, диплом бакалавра вам засчитают с очень большой вероятностью, и поэтому вы просто продолжите спокойненько свое обучение уже на магистратуре в Германии. Ну что, надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было интересным, что я смогла немножко осветить эту тему перевода, потому что о нем очень мало информации в интернете посмотрела, и в принципе, скажу вам так, что, конечно же, с переводом в Германию не всегда все сложится так гладко и так быстро, как вы бы хотели, но в любом случае это отличный шанс, и если вы уже начали учиться в России или в своей родной стране, то вам стоит все-таки попробовать подать документы в немецкий университет и посмотреть, сколько же курсов или предметов вам засчитают, и тогда уже принимать свое решение. Ну что, надеюсь, что это видео было полезным и интересным для вас, если это так, обязательно ставьте лайк, не забывайте про социальные сети, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, пока-пока!